Здоровенький народ, какие дела? С вами Сергей Хелье. Вы смотрите канал Хелплей, самый уютный канал на просторах Ютьюба. Для, ну, припровождения его с чайком или другим напитком. Можете даже, в принципе, без напитков. Напиток у нас не является проходным билетом, а так просто дополнительный элемент для комфорта. Вы смотрите канал Хелплей. И сегодня мы продолжаем играть The Walking Dead, то есть Ходячие мертвецы. Ну это, ну, сезон второй, эпизод второй, между двух огней. И, как вы помните, первый эпизод мы прошли вообще прям быренько, мы с вами молодцы. Вот, что ждать нас во втором эпизоде неизвестно, но мы прям так быстро его прошли, что я даже не знаю. Вот мы сейчас второй быстро, наверное, пройдем, да, и не думаю, что он будет намного длиннее первого. И третий также. И что нам все? И нам придется ждать или выхода пятого эпизода The Wolf Among Us? Ага, вот типа того. Волк среди нас. Или же The Walking Dead четвертого эпизода, потому что они еще не вышли. Но я уверен, что мы много игр найдем, с которыми поиграем. Может быть, я устрою голосование в группе, если буду не уверен, во что играть. А если буду уверен, во что голосования не будет, я просто выберу игру. Хорошо. Ладно, ребята, продолжаем. Давайте-ка, ну, перед началом. Конечно же, ну что ж я. Что ж я? Ну что ж я? Не родной, что ли? Конечно, чокнемся. Вот. И поехали. Сейчас, наверное, будет воспоминание из первого эпизода, да? Ранее, в игре «Ходячие мертвецы». Хорошо, вспоминают о том, что... Помните, как нас укусила собака довольно вообще неожиданно? Мы... Нас нашли чуваки, нам повезло, что они нас спасли. Мы сами себя подлатали потом. Вот. Ну, они нас приняли в конце концов в группу, потом погиб чувак. Мы выбрали молодого, то есть мы выбрали племянника, а не дядю, как вы помните. Хотя дядя хороший мужик, я объяснял, почему я не выбрал племянника. А не выбрал, то есть дядю. Вот. И сейчас мы будем продолжать наши приключения и узнаем, что же там произошло в итоге. История тоже обещает быть драматичной и очень грустной. Но пока что до постоянных персонажей нет. Ну, то есть, кроме Клементины, пока толком никому не привязываешься. Я не знаю, вот они будут из этой группы или как. А еще, помните, Клементина сказала, я... Типа, ты мертв? Типа, ты жив? Типа, я думала, ты мертв. А кто это может быть? Это может быть либо Бен, либо Кенни. Я об этом много думал, но вот из тех, кого на принципе мы не видели смерти, это вот они. Ну, хотя Бен, я хрен знает, как Бен выжил. Может быть, это оба? И Бен и Кенни выжили? Хотя последний патрон, который он выпустил, он же вроде выпустил Бена. Или... В общем, это либо Кенни, либо Бен, ну Бен так с натяжкой, либо это... Кто ж там еще был? Ну, вот фраза то, что я думал, ты мертв, так, конечно, могла быть и та паркульщица крутая, помните, следокола. Но, как бы, она и не умирала, чтобы говорить, что, типа, а я думал, ты, как бы, мертва. Поэтому это кто-то, кто был на грани смерти, но выжил. То есть, вот кто-то такой. Но это Кенни, поскольку я помню, Telltale Games представляет. При поддержке Skybound Entertainment. Ходячие мертвецы. Опа, штурмует сарай. Как-то жестко начинается все, не вам так не кажется? Ну, они прорвут так под весом. Так. Давайте что-нибудь подопрем, блядь, ну там же ручки есть, ну не тупите, ребята. Давай Клементина поищет, а ты поддержишь. Ник, найди что-нибудь. Почему, Ник, лучше бы, чтобы... Идиоты, что ты делаешь, Ник? Блядь, Ник, идиот. То есть, надо было сказать... Я понял. Я не имел в виду, чтобы он отходил. А, все-таки он успел. Да, Ник, конечно, идиот. Надо было, чтобы не их держал. Я бы еще что-нибудь поставил все равно. А. Сожалею о случившемся с Питом. Наплевать. Почему ты бросила моего дядю? Вверх в стриме. Почему ты следил мне? Пита укусили. Что? Его укусили. Он был уже не жалец. Это правильный выбор, блядь. И не выебывайся. Дело абсолютно верно. Что нам теперь делать? Мне все равно. Если мы застряли тут, то нужно хотя бы осмотреться. Может быть, мы найдем что-нибудь, что поможет нам выбраться отсюда? Делай что хочешь. Ребята, я прочитал ваши комментарии. Вам не нравится, что я ставлю паузы. Я это учел. И окей, мы будем играть без паузы. Только где-то в крайнем случае, может быть, буду их ставить. Но я постараюсь уменьшить количество паузы или полностью их исключить. Я учел это. И, собственно, вот так и будем играть. Поэтому, если я где-то что-то не успею дочитать или что-то такое, не обессудьте. Ходячие ходят. Думаешь, они смогут пробиться через это окно? Пожалуй, продолжу стоять здесь и говорить сама с собой. А даже если... Я не уверен, пролезут ли... А, нет, пролезут. Да, это же окно, это же не решетки. Конечно, смогут. Самогонка, что ли? Это самогонный аппарат. Я знаю, что это. Черт из два. Ладно, что это. В нем создают выпивку, но эта штука уже ни на что не годится. Да, это мы знали, что это самогонный аппарат, но не знал Крементина, но... Ладно. Дайте за фанерой поищем. Так, что это такое? Что там такое? Дай-ка взгляну. О, это выпивка, да. Виски. И что теперь? В душе не ебу. Наверное, будем ждать. Там еще можно было обыскать. Че мы сели-то? То есть, все? Бухлоу взяли. Во-первых, надо закрыть как-то фанерой. Вот этот вот проход... Вот, вернее, вот это вот окошко. Чтобы зомби не привлекать. И да и людей, в принципе, чтобы они не видели, что там внутри. Блядь, напился, еблан. И шумит, сука. Ну и выродок малолетний. Хары кидать. Прекрати! Да, глупо было надеяться, что он нас послушает. Ну ему типа... Мне пришлось убить свою мать. Звучит странно, когда я говорю эту вслух, да? Люк всегда задирал меня. Я никогда не хотел иметь с ним дел. Помню, как он подбил меня на это. Его большой план. Просто охеренный план. Он приточил ящик пива и сказал, Ник, время не ждет! Так все и началось. И через шесть месяцев мы разорились. Но я не переживал. Это было весело. Я бы хотел быть как он. Просто подождать и идти дальше. Просто продолжать идти дальше, чтобы не случилось. Но я совсем не такой. Все, с кем я вырос. Их всех. Постигла эта участь. А теперь это случится и с нами. Мы все в жопе. Мы справимся. Чушь собачья. Какой в этом смысл? Мы просто переберемся на новое место и умрет еще несколько людей. Это никогда не закончится. И в конце концов наступит наш череп. Не могу поверить, что мы провели здесь целый день. День. Мы ведь здесь уже день, да? Эй, малышка. А потом трахнешь меня, да? Выпей со мной. Нет, спасибо. Это не безопасно, первое, быть пьяным. Во-вторых, я маленькая девочка-долбоев. В-третьих, я не пью. Послушай, они не придут за нами. Тебе лучше уйти. Беги отсюда. А не хочешь со мной? Что ты собираешься делать? Остаться здесь. Я устал. Я знал кое-кого похожего на тебя, он всегда все портил. Портил? Я не просил всего этого. Никто не просил. Ну и что? Пойдем со мной. Ты шутишь? И бросить все это? Ты не сможешь просто сесть здесь и умереть. А почему нет? Какое это имеет значение? У тебя все еще есть Люк и все остальные. Они твоя семья. Ник, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. Ты права. Если мы разделимся... Хижина всего лишь полмиллица, ты ее не пропустишь. Готово? В пизду. Пошел ты нахуй, ходячий. О, дерьмо. Эй, сюда. Ну уже, пидоры, смотрите на меня. Убирайся нахрен отсюда. Я сказал, убирайся нахрен отсюда. Бля, ребят, это жесть. Мне Ника жалко. Я надеюсь, он не сдохнет. Бля, Ник, беги. Ну вот нахуя он это делает? Ну он поорал как бы и беги. Нахуя... Бля, это так тупо. Эпизод второй. Между двух огней. Авторы сценария. Ну и так далее. Короче говоря, вы поняли. Руководитель такой-то. Арт-директор тот-то. Дерек Сакай. Ведущий кинематографический. Что-то там. Ведущий аниматор. Клементина, ты в порядке? Люк не с тобой? А где Элвин? Что случилось? Прошло несколько часов. Где они? На нас напали. Кто? Ходячие. Господи! Питта убили. Я была с Ником, но... Господи. Где вы были? Где именно вы были? У реки. Нам нужно идти. Погоди минуту. Мой муж всё ещё там. Мне сипушки. Люк и Элвин пошли вас искать. Я ведь просила их не идти. Чёрт возьми, Люк. Держи беременная пизда. Клементина, не могла бы ты присматриваться за Сарой? Она наверху. Просто отвлеки её. Я о ней возобочусь. Доверь, поверь мне. Спасибо. В доме небезопасно. Просто не открывай дверь. А, в доме безопасно. Просто не открывай дверь. Чтобы не случилось, мы скоро вернёмся. И спасибо. Не за что, мексиканский усач. С тебя таку и буррито. Стереотипы. Это так весело. Что ж, пойдёмте и успокоим нашего умственно отсталого дака женского рода. Скажи сыр! Я нашла его под домом. Там много старой всячины. Это так круто! Сфотографируй меня! Давай, сфотографируй. Конечно. Сфотографируй меня с хорошего ракурса, ладно? Ладно, я готова. В чём дело? Где мой отец? Он ушёл на рыбалку. Я знаю, что это неправда. Клем, охуел аж! Ты у меня и чем кажешься очкастая. Всё-таки очки не зря носишь. Прости, мне... Мне просто нужно... Я думаю, он сейчас под стол заберётся. Ну, знаете, типа... Они со странностями же. Хочешь посмотреть, что я нашла? Научишь меня им пользоваться? Вау, тебе нельзя! Я не нашла патроны. Я должна уметь им пользоваться на всякий случай. Это слишком опасно. Сейчас всё опасно. Но мне нужно научиться стрелять. Попроси отца научить тебя. Во что мне стрелять? Не делай так! Попрости! Может, мне потренироваться на улице? Там есть дерево. Эй, люк вернулся! Да. Ей нельзя доверять пистолет, потому что... Она в очках, и она плохо... Это, наверное, довольно-таки немецкая. Это разве... Люк? Окей! Смотри, как мы на шифт идём. Так-так-так-так, перебираем. Так, и там промелькнул. Это не люк. Клэм, кажется, я его знаю. Нельзя, чтобы он меня увидел. Заставь его уйти. Что? Почему он не должен тебя увидеть? Эй! Клэм, я не могу дышать! Я не могу дышать! Шшш! Там у нас ствола-то нет. Эй! Кто-нибудь дома? А... Привет. Кто вы? Я твой сосед. Сосед? Верно. Я и моя семья разбили лагерь у реки, и я немного удивлён, что мы ещё не наткнулись друг на друга. Как тебя звать? У реки лагерь? Прости, что потревожил тебя, я здесь на пару минут. У реки лагерь вообще-то был разъёбан, насколько я помню. Какое хорошее место! Какое хорошее место! Вы живёте тут ещё? Не часто можешь встретить такой большой дом? Здесь только я и мой отец. Да? Как его зовут? Эд. Отличное имя! Он мне уже нравится, а где он? Он ушёл. Что ж, перейду сразу к делу. Я ищу своих людей. Их семеро. Если быть точным, они давно ушли. И я... Беспокоюсь, что они могли заблудиться. Может, ты их видела? Двое фермеров. Старик. Испанец с дочкой. Тихо, девочка. Чуть выше тебя. Многовато людей вы потеряли. И не говори. Я схожу с ума от этой ситуации. Блядь, что это за усач? Что за лаг... Чё тебе надо, реально, блин? Чё ты пришёл в мой дом? Многовато тарелок для двух людей. Да здесь словно торнадо прошёлся. Ага, я должна мыть посуду. Отлично. Ты здесь ненадолго или собираешься задержаться? Нож схватить будет небезопасно сейчас. Откуда вы? У реки. Мы разбили там лагерь. Отличное место с лодками. У нас там повсюду есть палатки. Как я и говорил, удивительно, что мы... У вас есть собака? Нет. А что? Мне просто интересно. Блядь, так палевно. Где его хранят? Я сама положу его. Отличное место. Очень уютное. Я знаю парня, который носит такие рубашки. Он врач. Самодовольный сукин сын. Но мозги у него что надо. Как его зовут? Карлос. Так-так-так, похоже, у белых проблемы. Три хода до шаха и мата. Блядь. Блядь. Что это? Вот, блядь. Ну, это... Ой, какая же она, сука, тупая. Очкастая. Ты ведь говорил, что здесь никого нет. Блядь. Никого здесь нет. Блядь. Кхе-хе-хе. Походу... А, сейчас её найдут. Да, он определил, что дверь была закрыта. Только это естественно. Под кроватью, что ли? О, боже. Я же сказал, никого здесь нет. Похоже на то. Прости, что нагрубил. Я должен был убедиться, что сюда никто не залез. Совесть не позволяла мне уйти. Конечно. Кто это? Ну, это ребёнок. Да. Похоже, снимок сделали в этой комнате. Ты понятия не имеешь, кто эти люди, верно? А вы их знаете? Позволь спросить. Они доверяли тебе, когда ты встретила впервые? К чему вы клоните? Если они не доверяют тебе, как ты можешь довериться им? Доверять им, то есть. Думаю, я отнял достаточно твоего времени. Теперь я уйду. Почему мне не следует доверять им? Хорошего тебе дня. Где он? Ушёл. То есть, ушёл. Извините. А что, если он вернётся? Я не знаю. Тупая ты, сука, обронившая фотографию. Всё было так охуенно. Пока он не понял, что всё здесь... Нам нужно найти... Нам нельзя выходить из дома? Нам нужно найти... Что-то... Клементина! Сара! Ты была с Ником, верно? Мы должны его найти. Сюда приходил человек. Что? Что ты сказала? Кто-то пришёл сюда. Что? С ним поговорила Клементина. И вы просто впустили его? Успокойся, Ребекка. Успокоиться? Я всегда спокойна. Это ты успокойся. Я не впускала его, он сам вошёл. Она говорит правду. Он назвал имя. Он назвал своё имя. Может, это был не он. Я не спросила, как его зовут. Ты не спросила? Как ты могла не спросить его имя? Какая разница, тупица. У него был пистолет, я не хотела его злить. Клем, просто скажи нам, как он выглядел. Что на нём было одето? У него была борода. Как у меня или как у Элвина? Она была неухожена. Он говорил о тебе, папа. Ты ведь никому не причинишь вреда. Конечно нет, Сара. Твой папа самый милый человек, которого я только знаю. Именно поэтому он не убил нас всех, сделает ничего безумного или глупого. Верно? Ты ведь знаешь, что это плохие люди, малышка. Они сделают всё, что угодно, чтобы навредить нам. Так а что думаешь ты? Он ещё вернётся? Он видел мою фотографию. Фотографию? О чём-то вы думали, делая фотографию. Карлос? Что? Тебе нужно успокоиться. Ясно? Ты пугаешь дочку. А-а-а. Это моя вина. Я сделала фото. Нет, я её попросила. Это моя вина. Сара. Он разведывал обстановку. Нам повезло. Он не рассчитывал встретить нас. Он не ожидал увидеть здесь Клэм, если бы не она. Но ему хватило ума не задерживаться здесь надолго. Он скоро вернётся сюда с остальными. У нас мало времени. Он прав. Собирайтесь, мы уходим. Элвин, подожди! Нам нужно уйти, малышка. Прежде чем он вернётся и приведёт с собой плохих людей. Всё будет в порядке. Просто собери свои вещи. Чего он хотел? Вернуть нас. Клэм. Не знаю, что он тебе сказал, но знай. Уильям Карвер опасный человек. Он лидер лагеря неподалёку отсюда, и он очень умён. Нам повезло, что мы сбежали оттуда. Прости, что мы тебя в это втянули, но раз он тебя видел, тебе будет безопаснее с нами. Нам нужно уходить. А, ну, понятное дело, что он умён, когда он взял, посмотрел на шахматы. Слушай, нам нужно найти Ника. Ты ведь знаешь, где он, да? Ага. Ладно, собирай свои вещи в дорогу. Да, ребята. Что-то какое-то... Так, говоришь, это было здесь? Ага, только немного дальше. Эй, Клэм. Извини, что нагрубила тебя. Я на взводе. Просто сейчас трудные времена из-за беременности и всего остального. Вы с Элвином на вере ка согласитесь, всё нормально. Если бы ты не подвернулась, ты, я бы... Я накричала бы на Элвина, и тогда бы у меня были неприятности. Я справлюсь, я не ребёнок. В твоём возрасте я думала так же. Отец воспитывал меня, и я всегда думала, что он нихрена не знает. Я знаю, что ты сделала всё возможное. Знаешь, никто из нас не справился бы в одиночку. Иногда тяжело осознавать, насколько я зависим от всех. Я не привыкла к такому. Мне от этого неловко. Я скоро стану мамой, думаю, мне нужно быть более сдержанной. Мы с Элвином всё ещё не знаем, как назвать её. Или его? Элвин только о мальчике мечтает. Есть идеи? Клэм? Там, мы были вон там. Ну, он же ушёл оттуда. Ник? Или он там заперся? Его укусили, он заперся? Или в чём? Что произошло? Открой дверь. Походу, да. О, боже. Мужик, у тебя есть асфирен? Нискнутый засранец. Пит мёртв. Я знаю, чувак, знаю. Но нам нужно идти, хорошо? Объявилась банда Карвера. Можешь идти? Да. Да. Хорошо, пойдём. Да, блин! Карвер! И Клэм! Я просто хотел сказать спасибо, что не бросила меня. Да нет проблем, бро. Я сожалею, Питти. Ага, спасибо. Ты сразу такой приуныл, чё-то остался. Кстати, сразу всё. Сразу, сразу, мгновенно причём. Что произошло в том сарае? Он сделал что-то глупое? Ник спас мне жизнь. Правда? Ага, вроде того. Я переживаю за него. Посмотришь за ним ради меня, хорошо? Ради тебя? Ты уверен, что всё хорошо хочешь пойти с нами? Слушай, я не знаю, что... Я знаю, что наше знакомство началось неудачно. А... Мне нужно найти Кристо. Она направилась на север, так? Ага. Мы тоже. Слушай, с нами у тебя больше шансов её найти, чем в одиночку. Я почитал, что у нас есть 4-5 дней, чтобы добраться до тех гор. Если они выслеживают нас, мы сможем оторваться от них, поднявшись туда. 5 дней? Всё будет хорошо, Бэк. Нам нужно продолжать двигаться, другого выбора у нас нет. Приуныл... Приунывший мужик идёт сзади, смотрите. 5 дней спустя. Вот мы добрались до гор. Видишь что-нибудь? Надеюсь, она что-нибудь увидит. Мы идём уже целую неделю. Там есть мост. Через него можно перебраться? Думаю, да. Отлично. Возле моста есть домик. Большой? Нет, довольно маленький. Так, что ещё? Нельзя ничего упускать. Из виду. Там что-то вроде подъёмника. Горнолыжный подъёмник? Должна быть это лыжная база. Я никогда не каталась на лыжах. Мы с Бэкой однажды прокатились. Это было ужасно. В горах есть дом. Как он выглядит? Он большой. Похоже, там можно будет переночевать. Нам нужно перебраться через мост вперёд. Погоди, нельзя туда идти всем вместе, ясно? Мы не попадём в ловушку, если нас там заметят. Обходить эту реку слишком долго. Да, но послушай, мы понятия не имеем, кто там может находиться. Прежде чем ввести туда всю группу, я разведаю обстановку. Думаешь, изделить группу хорошая идея? Я не говорю их, что это хорошая идея, но это лучше, чем рисковать сразу в себе. Каков твой план? Мы с Клэм разведаем обстановку и убедимся, что на той стороне нас никто не поджидает. Мы не можем прикрывать вас отсюда. Ничего, мы вернёмся, если что-то случится. Клементине стоит остаться здесь, она... Она что? Я справлюсь. Видишь? Всё нормально. Всё будет хорошо, ясно? Очень скоро мы дадим сигнал. Ждите, пока не увидим Сибет на той стороне. Ждите, пока не увидите. Я тоже пойду. Лучше останься с группой. Я в порядке, Люк. Мне это не нравится. А тебе вообще что-то нравится, Карлос? Я прикрою вас, если что-то случится. Пошли. Не нравится, как мы сдружились с этим мужиком, он что-то какой-то слишком с нами дружит и берёт нас в разведку. Эй, ты уж извини, что взял тебя с собой, мне пригодится пара зоргий глаз, а Нику сейчас я бы не доверил. И шнурки завязывать. Да и остальные на грани из-за Карлера. Пошло пять дней. Почему Карлер всё ещё нас преследует? Что самое важное в этом мире? Семья. В этом мире не выжить без людей, которым можно доверять. В любом случае, спроси об этом рыбаке, ладно? Я не хочу в это ввязываться. Все мы совершили ошибки. Я знаю, каково это. Да. Так, ну пару зомбарей, это не проблема. Тем более один сидит. Ну а один ещё и, блядь, без торса. Нам нельзя стрелять, будет слишком громко. Убьём их. Мне нравится твой стиль. Я прикончу большого, а ты разберись с мелким. Поняла, я возьму того, что поменьше. Отлично, за дело. Отлично, мы достали из кармана свой молоток. Ведь молоток помещается в карман. Ого. Давай, потяни сильнее и достанешь его. Я знаю, я делал это и раньше, помнишь сарае? Отличная работа, малышка. Романтика. Я и взрослый мужик. Мы все в крови. Но мост-то крепкий. Не обвалится из-за двух людей, это точно. Там ещё, что ли, да, зомбаки валяются? Да. И маленькая девочка была, вы видите, и большая девочка. Сзади ещё, блин. Но с ним мы всё равно должны разобраться без проблем. Бля. Да что, бля, их трое, они медленные. Ребята, ну... И знаете, я в такие моменты не совсем понимаю. На самом деле, ну... Зомбаки не представляют прям такой слишком большой опасности. Как бы убить... Ооо, вот это проблема. Люк. Клэм, я в порядке. Просто, просто я застрял. Не дотянуться, ничего, Клэм. Что-нибудь придумаем. Сзади! Вот чёрт. Давай по голове. Ну, не туда, правда, попали мы, в челюсть попали. Вау, 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 вау! Ух ты, блин, это было жёстко. Задава теперь у нас он не укусит. Так, отлично. Одного зомби мы это... Ну, правда, молоточек просрали. Так. Давай с ноги ей. И толкни её. Ну, этим-то полегче убить будет. Ах, чёрт. Это было херово. Ха-ха, в зубах застрял. Отлично. Блин, Ник, не болтайся. Ну же, давай сюда. Так, твою мать, Ник, ты такой неуклюжий. И нехренне ходить по этой деревне. Идите по железному. По железной штуке. Не надо ходить по деревянным рельсам. Спасибо, Клэм. Фух, это было... Фух, это было... Идём. Жёстко. Доберёмся мы до убежища или нет уже? Ну, группу сюда и вправду всё не надо было. Ты видишь его? Опа-на. Да. Ага. Только не нервничай. И говорить будешь ты. Что? Почему я? Потому что я не хочу ввязываться в драку. А в маленькую девочку он стрелять не станет. Ха-ха-ха, охуеть! Прикиньте, блин, это пипец. А... И не беси его. Он с Карвером? Трудно сказать. Вряд ли. Ну, кто вы? А кто спрашивает? Я! Я Клементина, а это Люк. Клементина и Люк. Да. Ха-ха-ха, что? И всё равно стоят на рельсах, дебилы. О, боже, ничему не учат. Ха! Вы не похожи на засранцев. Вы засранцы? Я не засранка. По-твоему, я засранец? Вы идёте на север? Как и все? Все остальные? Как минимум одна группа в день идёт на север. Вас всех не отличить. Что-то такое. Зачем тебе знать, куда мы идём? Это моё дело, особенно если учесть, что я здесь живу. Ты здесь живёшь? Ага. Вы на моей территории. Должен сказать, вы хреново выглядите. Если хотите есть, то у меня в домике есть консервы. Я могу поделиться. Что ж, это ужасно мило с твоей стороны. А в чём подвох? Никакого подвоха. У меня много еды. Ладно, спасибо. Да без проблем. Не часто встретишь таких хороших людей, как вы. Как я и сказал, в домике полно еды. Припасов. А если вы хотите... Что? Какого хуя? Что он делает? Нет. 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 Нет, нет, нет. Он с нами. Ник, нет. Блядь. Ник чмо. Ну, по крайней мере, он рано его убил. Может быть, этого не стоило делать. Я попал в него? Куда он делся? Я же сказал не стрелять. Что? Кто это был? Зачем ты выстрелил? Он наставил на меня ствол. Чёрт возьми, Ник, я же сказал не стрелять. Как по-твоему, я должен был тебя услышать? Я думал, что он выстрелит. Выстрел слышали ходячие в округе. Нам нужно убираться с этого места. Идём. О, блядь, группа имбецилов, твою мать. Мухоморных. Ну ладно, он боялся за нас и... Таким образом, видимо, хотел бы... Ну, спасти, побеспокоиться. Что за хуйня там была? Я не знаю. Кажется, он держал тебя на мушке. Этот мудак целился в меня, он собирался выстрелить. О, правда? Я тебе говорю, мужик, он первый начал. Успокойтесь все. Что ты видела, Клэм? Тот парень собирался стрелять? Иди нахуй, Люк, ты всю неделю меня достаёшь. Он ничего не делал. Я знаю, что я видел. В любом случае, ты мог задеть кого-то из нас. Да, но не задел. Послушай, я, я, я знаю, вы были близки с Питом, но ты не можешь даже, блядь, не заикать о нём. Думаешь, он как-то связан с Карлосом? Я не знаю, я... Нет, я так не думаю. Но он упал. Он упал с моста? Нам нужно продолжать идти. Я не могу, дайте минуту. Ладно. А вы не хотите проверить? Может быть, он выжил. Люк, можно с тобой поговорить наедине? Блядь, Ник, или как там тебя? Извини, но, господи, блядь, ты зря это сделал. Эй, Клэм, у тебя есть еда? Бек сейчас помрёт с голоду. Элдель, я же сказал им, всё в порядке. Извини, ничего нет. Жаю, у нас закончился сок. Ага. Тот человек сказал, что в домике есть еда. Может, стоит проверить? Мы же здесь переночуем. Он мог и соврать про еду. Лучше проверить. Ну, это правда, лучше проверить, спору нет. Ребекка, ты как? Всё хорошо, мне просто нужно отдохнуть. Или что-нибудь поесть. Элвин. А с этой я не могу говорить. Быстрое передвижение, смотрите, как... Вот медленное, смотрите. А вот быстрое. Хе-хе-хе-хе. Блин. Ну, спасибо тебе за поддержку. Уверен, они сейчас говорят обо мне. Люк, он опасен для группы. Ну и кто это был этот парень? Я клянусь, было похоже, что он целился в вас. Блядь. Он мог быть кем угодно. Правильно, мы не знали. Откуда нам было знать, что он не с Карвером? Элвин поступил бы так же, будь он на моём месте. Что за пиздец? Может, я и вправду схожу с ума? Я уже не знаю. Боже, я голоден. Который вообще сейчас час? Чёрт, чёрт. Что не так? Я оставил свои часы в хижине. Пиддал их мне. Я нашла их в хижине. Взяла их с собой. Что? Правда? Спасибо. Это так... Спасибо тебе, Клэм. Спасибо, Клэм. Знаешь что, я пойду поговорю с ними. Да, иди, бро. Давайте сначала осмотрим... А, мы можем, то есть... Сейчас давайте взглянем, что там. Не похоже, что у него много еды на самом деле. Только если он не прячет запасы где-нибудь. В ящике или погребе. Эти же консервные банки пустые. Парень сказал, что у него есть еда. Должно же было что-то остаться. Так, ящик откроем чуть позже. Хотя давайте сейчас. Угу, понятно, давай. Надеюсь, там не головы зомби его родителей. Знаете, многие люди ебнулись на этой теме. Ключа нигде не видно. Наверное, он был у того человека. Охотничий нож. Хороший. Возьмем. Неплохо. Так, окей. Думаю, он здесь спал. Сдохло. Так, что тут еще есть? Сюда не встать никак. Давайте ножиком, да, взломаем чемодан. Отличненько. Да. Много еды. Он наврал. Ах, я уж думал, что у нас все плохо. Ты только посмотри на этот бардак. Он не врал, у него была еда. Хренов, Ник. Ник потерял близких, с этим никто не спорит. Ах. Он пытался нам помочь. Да, и кое-кто погиб. Я не собираюсь судить, но это все же убийство. То есть ты знаешь кого-нибудь, кто может такое сделать? Это пиздец. Прости за мой французский. Забавно. Она похожа на тебя. Да, блядь, очень похожа. Эй, Клэм. Здесь не так уж много еды, и Ребекка, ну, она ест за двоих. Думаешь, мы сможем оставить это между нами? Ты знаешь, я ненавижу об этом говорить, но я никогда не пойду против группы. Но мне нужно заботиться о Бекке Ребе. Блядь, вы знаете, я уже говорил об этом, но меня дико раздражает вот это вот поведение ее в группе. Какого хуя Ребекка натрахала себе маленькую личину в таком, блядь, мире, в такой ситуации? Какое безрассудство по отношению к ребенку, группе, к себе, ко всем абсолютно. В утеху того, чтобы ей, блядь, потрахали ее. Ну, ах. Это пиздец, на самом деле. А, и... Ну, у нее, блядь, не знаю, как выступить. Пошла она нахуй. Хотя, мгм. Ладно, пусть возьмет. Пусть Ребекка возьмет, я ничего не скажу. Спасибо, Клементина. Досадно, Ник был хорошим парнем, но и сейчас хороший. Он просто запутался. Мы все не идеальны. Черт, я рад, что он с нами, Клементина. Что ты с нами, Клементина. Хорошо, я тоже рад, что ты с нами жирный. Это что еще такое? Это зомби. Которые идут через мост. Ходячие. Ходячие, то есть у нас проблема? Да, мы видели. И так выдвигаемся. Вот здесь, ребят, мы и остановимся на подъемнике в этот большой, да, домик, который стоит на горах. Вот. Ребят, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы довольны. Это интересно, это захватывающе. И нас многое ждет впереди. И, кстати говоря, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вступайте в группу в Стиме. Добавляйте мне, друзьяшки, ВКонтакте. Все ссылочки в описании под видео. Ставьте лайки, комментируйте. И все у вас будет хорошо. Я думаю, ну, у вас и без этого все будет хорошо. Я уверен в этом видео. Я, собственно говоря, все вам желаю. Всего хорошего. А с вами был Сергей Халье. Счастья вам, удачи и здоровья. Всем пока. Счастья вам, удачи.